В этом выпуске НЛП подкаста мы разберем одну из самых коварных схем манипуляции, который называется ловушка подтекста, либо двойное послание. Как это работает в реальной жизни? И постараемся найти способ, как вырваться из этого капкана двойных посланий. Приглашаю к просмотру. Представьте себе картину. Обычный двор, хрущевки, лето, теплая погода. Стоит женщина и развешивает на бельевые веревки белье. Такая с тазиком стоит и развешивает. Рядом с ней стоит ее 15-16 летний сын с виноватым видом. И в этот момент я слышу, как она его отчитывает за какие-то его провинности. Мол, он мало ей помогает, мол, он плохо учится и так далее и тому подобное. Женщина стоит на небольшой такой скамеечке, которая помогает ей быть выше. В какой-то момент, пока она продолжает его причитать, скамеечка дает трещину. Она ломается и эта женщина с треском падает хребтом на эту скамейку. И лежа, уже разбросана вокруг белье. Она лежит и хрипит. Всем видом показывает своему сыну, что ей нужна помощь. Но в тот момент, когда сын бросается ей помочь, это происходит очень быстро. Она ему кричит, бессовестный, не трожь меня. И у меня вопрос, что делать парню в такой ситуации? Ведь если он откликается на ее невербальное послание «помоги мне» и начинает ей помогать, она ему говорит, что он бессовестный. Если же он не будет ей помогать, она также будет говорить, что он бессовестный. Это хороший пример. Мы вернемся к разгадке этой загадки немного позже в этом видео. А вы пока подумайте, как можно было бы поступить этому парню. И напишите в комментариях. И добро пожаловать в мир двойных посланий. Разберем еще один, небольшой, но очень часто встречающийся пример. Представьте себе картину. Квартира. Девушка с парнем, которые живут уже долгое время вместе. Вдруг в какой-то момент девушка говорит своему парню, «Ты совсем не обращаешь на меня внимания». Парень задумывается, «Ну да, наверное, действительно я мало уделяю времени своей возлюбленной». На следующий день парень решает предпринять какие-то попытки и уделить внимание своей возлюбленной. Что он делает? Он отпрашивается пораньше с работы. Он покупает шикарный букет роз. Завозит этот букет роз в их любимый ресторан. Затем он забирает свою любимую с работы, привозит ее в этот ресторан, и все хорошо, ей все нравится. Потом он заранее договорился с официантом, чтобы тот принес этот букет. И ей приносит этот букет, и она очень рада этому букету, делает селфи, все такое, все круто. Вечер удался на первый взгляд. Но в какой-то момент что-то происходит, и эта девушка говорит своему парню, «Ты что, сделал это все лишь только потому, что я тебе вчера об этом напомнила? Ты что, сам не можешь догадаться до того, что мне нужно внимания?» Вопрос. Что делать этому молодому человеку в данной ситуации? Потому что, когда он уделяет ей внимание, он хреновый. Когда он не уделяет ей внимание, он тоже хреновый. Это мое второе приглашение в мир двойных посланий. Или Double Bind. Мы вернемся к этим двум примерам позже в этом видео. И не нужно сейчас писать в комментариях, что я таких манипуляторов, таких девушек или таких парней шлю сразу нафиг. Если вы такое напишите, есть только два варианта. Либо вы не встречались с двойными посланиями, либо вы находитесь в этой игре и даже не осознаете их. Давайте разберемся вообще со структурой подобного рода манипуляции. Эта манипуляция сводится к тому, что на моей родине говорят «и так хреново, и так насрано, извините меня за выражение». То есть, есть обязательно два человека. Первое – манипулятор. Второе – жертва. И жертва получает всегда противоречивые сигналы, где у нее нет правильного выбора. Второй важный фактор, что манипулятор имеет возможность каким-то образом жертву наказать. То есть, такого рода манипуляция всегда имеет какой-то негативный, разрушительный подтекст. Либо манипулятор может жертву лишить чего-то, либо может оказать в прямом или в переносном смысле насилие над жертвой. Очень важный момент – манипулятор знает, что жертва не может покинуть эту ситуацию. Как в примере в начале нашего видеоролика, сын не может перестать быть сыном своей матери. Он не может уйти из этой ситуации. Или девушка с парнем. Парень живет с этой девушкой, и он не может в момент расстаться с ней и бросить ее. Что еще является официальным таким условием? Жертва также знает, что она не имеет возможности покинуть данную ситуацию. Что еще характерно для двойных посланий? Жертва не имеет возможности дать обратную связь манипулятору. То есть, жертва не может сказать, что твои послания противоречивы. Сын не может в той ситуации сказать матери, «Мам, ты одновременно хочешь, чтобы я тебе помог, и одновременно хочешь, чтобы я тебе не помогал». Этот мужчина тоже не может сказать своей девушке, «Ты одновременно хочешь, чтобы я тебе уделял внимание, но когда я тебе уделяю внимание, ты говоришь, что я тупой». Жертва не имеет возможности дать этой обратной связи. Почему? Потому что манипулятор в этой ситуации всегда непредсказуем, и он дает такой невербальный посыл, что как бы ты не оправдывал свои действия, либо без действия, все равно будет хуже. Поэтому жертва в большинстве случаев предпочитает остановиться. Остановиться на каких-то минимальных потерях. Какие негативные последствия в этом случае имеет жертва? Первое – теряется способность к коммуникации. Почему так происходит? Это происходит так, что это происходит, во-первых, очень долго, и жертва понимает, осознает это или не осознает. Она понимает, что что бы она ни делала, все равно результат будет плохим. Поэтому желание входить в коммуникацию, желание входить в общение, оно начинает стремиться к нулю. Не хочется общаться, потому что как бы ты себя не вел, как бы ты не общался с этим человеком, ты все равно остаешься плохим. Это очень важно. Что еще теряет жертва в таких отношениях? Очень сильно снижается самооценка. Как это происходит? Это происходит за счет того, что… Это вытекает из первого пункта. Это происходит за счет того, что жертва начинает ставить под сомнение свои собственные убеждения и свои способности. Человек начинает думать, а может я действительно не умею строить отношения. Во втором примере, где девушка говорит, что ты не уделяешь мне внимания. Это мужчина со временем начинает сомневаться вообще в своих способностях выстраивать какие-либо отношения. Другими словами, постепенно воспитывается выученная беспомощность, когда человек разучается принимать решения. Вот в этом опасность двойных посланий. Двойные послания – это игра без правил, в которой жертва всегда проигрывает при любых обстоятельствах, а манипулятор всегда выигрывает. Единственное, что можно предсказать в этой ситуации, что эта ситуация всегда будет непредсказуемой. Немного позже я буду рассказывать о том, как можно выйти из этой ситуации. Если ты оказался в такой ситуации, пожалуйста, досмотри это видео до конца. А сейчас несколько примеров из истории, которые будут всем понятны. Римский император Каллигула после войны с Нептуном, с воображаемым богом Нептуном, возвращается в свой город и приходит в ярость от того, что в честь его победы над Нептуном сенаторы не закатили праздник, что его не встречают с почестями, что нету цветов, что нету танцев, что нету ликующей толпы. И он принимает решение убить всех сенаторов. Когда он собрал всех сенаторов, сенаторы ему говорят, «Дорогой Каллигула, когда ты уходил на эту войну, ты приказал нам не устраивать никаких праздников». На что Каллигула сказал, «Вы восприняли мои слова слишком буквально». Замечаете аналогию с первыми двумя примерами? Замечаете здесь, где двойной посыл. Вы не делаете праздник, но вы делаете праздник. Если вы не делаете праздник, я вас убью. Если вы делаете праздник, я тоже вас, скорее всего, убью. Это исторический пример. Сейчас я зайду за ту рамку, за которую я обычно не захожу. На моем канале запрещено две темы политика и религия. Но в качестве исключения в этом видео я выйду за эти рамки для того, чтобы у вас было больше примеров и понимания. Обратимся к православной религии. В православной религии человек, любой человек, живущий на земле, он по определению грешен. И нам нужно молиться, приходить на исповедь и рассказывать о своих грехах. Но, если мы живем безгрешной жизни, если нам не в чем кается, как правило, наш слушатель, который принимает у нас исповедь, ставит под сомнение нашу безгрешность, потому что безгрешных людей не бывает. А если ты безгрешен и у тебя нету грехов и тебе нечего замаливать, значит, ты врешь. Значит, ты должен исповедоваться в своем вранье. И, друзья мои дорогие, я знаю, что многие сейчас верующие могут на меня напасть. Это будет нормально. Но я предлагаю вам рассмотреть эту ситуацию не с точки зрения веры, а с точки зрения логики. Посмотрите те примеры, которые я уже привел, где мальчик думает помогать его матери или не помогать, где мужчина не знает уделять внимание или не уделять. Я не хочу, чтобы вы отказывались от своего верования. Вера – это хорошо. Но я хочу, чтобы вы немножко более трезво относились к тому и понимали, что происходит. Надеюсь, вы меня за это не сильно захейтите. По большому счету теорию двойного послания можно свести к очень простому выводу. Жертва ставится манипулятором в ситуацию, где есть такой контекст. Делай это, и ты будешь наказан или не делай этого, и ты тоже будешь наказан. С подобного рода деструктивной коммуникацией мы можем встретиться абсолютно везде, в любом жизненном контексте. Будь это близкие взаимоотношения, будь это общение между друзьями, будь это начальник и подчиненный. На работе мы очень часто встречаемся с подобной ситуацией. В политике, в религии. Как вы понимаете, мои дорогие, двойные послания присутствуют везде. И если человек стал жертвой двойного послания, ему нужно найти способ, как отсюда выйти. Об этом я расскажу обязательно в этом видео, но немного позже. Сейчас я хочу поговорить о социальной коммуникации. Социальная коммуникация это когда мы общаемся с кем угодно, чаще всего с каким-то большим количеством людей. И если во время этого общения кто-то делает замечание вашим личностным качествам, то скорее всего вы можете попасть под воздействие рамки двойного послания. Как это происходит? Кто-то сторонний может посоветовать вам быть более серьезным. В тот момент, когда вы становитесь более серьезным, вам начинают говорить, ну не будь таким занудой, не будь таким серьезным. Либо вам кто-то говорит, будь более прямолинейным. Говоришь, что думаешь. Когда только вы начинаете говорить то, что вы думаете, вам начинают говорить. Вам бы следовало прежде чем что-то сказать, подумать об этом. То есть понимаете, эти двойные послания, они встречаются сплошь и рядом. Большой вопрос, сможете ли вы выскочить из этой манипуляции? Это очень важно. Почему? Потому что, если вам кто-то делает критичные замечания, направленные на вашу личность, и вы на них реагируете, становитесь более серьезным, вы проиграли, становитесь более веселым, вы проиграли, прислушиваетесь к оценкам, вы проиграли, начинаете менять свое поведение, вы тоже проиграли. Я думаю, что в этом видео мне не стоит больше томить вас примерами двойных посланий. И каждый из вас может провести аналогию со своей жизненной ситуацией и понять, как это работало в вашем случае. И я уверен, что найдется множество людей, кто напишет в комментариях, что оказывался в этом. А может быть, вы сейчас находитесь в этой ситуации. И специально для тех, кто внимательно смотрит мои видеоролики. Я подготовил гайд, методичку, с помощью которой ты можешь выходить из этой сложной ситуации двойного послания. Для того, чтобы его получить, тебе нужно либо найти в описании к этому видео ссылку на мою страницу в инстаграм, либо просто зайти в инстаграм, ввести Юрий Пузыревский, зайти на мою страницу, нажать кнопочку «Написать сообщение» и в тексте сообщения написать цифру 2 и слово «Послание». Ответным сообщением ты получишь ссылку для скачивания этого гайда. И дальше мы переходим к тому аспекту, как же со всем этим быть и как отсюда выходить. Вы знаете, в интернете есть очень много описаний Double Bind или двойных посланий. Здесь очень много есть информации, как это происходит. Но есть очень мало решений, как из этого выходить. А если в каких-то статьях либо в каких-то видео есть решения, то они такие общие, поверхностные. Работай над самооценкой, отстраивай свои границы и все такое. Но непонятно, что делать конкретно-то. Грегори Бейтсон, психолог и исследователь, который в принципе выявил двойные послания, в одной из своих работ приводит очень интересный способ выхода из этой рамки. Выход заключается в том, что нам нужно перевести наше общение на более высокий уровень. И он приводит хорошую метафору, где мастер перед своими учениками задает сложную задачу. Он поднимает палку над головой своих учеников и говорит им, «Если вы мне сейчас скажете, что эта палка настоящая, то каждый из вас получит этой палкой по горбу, по голове, в общем, я вас и забью этой палкой. Если вы скажете, что этой палки не существует и она не настоящая, я вас также и забью этой палкой. Если вы промолчите, я вас также и забью этой палкой». Через какой-то промежуток времени один из учеников встал, подошел к учителю, взял палку и сломал ее что получается получается что у мастера теперь нет палки который он может их избить и наша задача оказавшись в такой ситуации запомните эту метафору наша задача оказавшись в такой ситуации найти способ сломать палку а теперь давайте по шагам как я люблю разбираться как выходить из этой ситуации причем каждый пункт он очень важен первое и самое главное из этой ситуации и ситуации двойных посланий когда вы оказались жертвой двойных посланий крайне тяжело я бы сказал наверное практически невозможно выйти в одиночку это не значит что вам нужно срочно бежать к психологу или психотерапевту это значит что вам нужна поддержка вам нужен человек или люди которые могут вас послушать могут вам помочь осознать что вы не псих что вы не сумасшедший что у вас все нормально поддержка работает на укрепление вашей самооценки поддержка нужна для обратной связи чтобы вы понимали что вы не псих потому что скажем так нарциссический тиран который чаще всего использует двойные послания он способен вам внушить и вселить чувство вины чувство выученной беспомощности и чувство вообще неспособности к чему-либо поэтому запоминайте первый пункт очень важно найти поддержку я не знаю в ком вы найдете эту поддержку в друге в подруге в ком-то еще найдете себе коуча найдете себе психолога или психотерапевта это не столь важно нужно найти поддержку одному выбраться будет очень тяжело будете выбираться очень долго а мы переходим ко второму пункту второй пункт является классическим очень важно осознать и признать себе что да я оказался в этом ужасном капкане я оказался в ловушке двойных связей и я глубоко убежден что вот осознание это 50 а может быть даже больше процентов решение этой задачи потому что если до этого момента до просмотра этого видео вы могли просто не осознавать что вы в капкане находитесь то сейчас переложив примеры на вашу жизненную ситуацию вы начнете уже осознавать почему почему это важно потому что проблема большинства жертв двойных посланий в неосведомленности они думают что с ними что-то не так а на самом деле их в буквальном смысле сводит с ума и ставят перед неразрешимыми задачами третий и на мой взгляд самый важный пункт который вам поможет выбраться из этого капкана заключается в том что мы попадаем в ловушку двойных посланий лишь только потому что у нас есть великое желание угодить манипулятору мы считаем что мы должны разобраться что действительно от нас хотят мы думаем мы думаем что мы общаемся с адекватным человеком но как вы уже поняли когда я рассказывал про условия возникновения двойных посланий в двойных посланиях есть одно правило что там нет никаких правил и что действия манипулятора они очень непредсказуемы но у нас есть великое желание докопаться до сути и пока мы пытаемся докапываться до сути мы погружаемся еще больше в эту деструктивную коммуникацию пока мы считаем что мы должны разобраться пока мы хотим угодить нашему насильнику либо нашему манипулятору а как правило мы хотим угодить для чего для того чтобы избежать наказания вот с этим пониманием с этим осознанием нужно работать нужно учиться концентрироваться на себе в моменте задавая себе вопрос а чего я хочу а должен ли я пытаться разобраться что от меня хотят почему у меня есть это желание угодить моему собеседнику вот это очень важно нужно начинать с простых вопросов я должен если я должен то почему я должен кому я должен кто сказал что я должен ну и так далее и тому подобное когда мы задаем себе вопрос а чего я действительно хочу в этой ситуации мы начинаем выстраивать адекватные психологические границы поясняю еще раз этот большой третий пункт у нас есть желание угодить у нас есть желание угодить и одновременно мы заблуждаясь думаем что если мы угодим то мы избежим наказания с этой задачей нужно работать прям постоянно задавать себе вопрос почему я так хочу угодить этому человеку если я буду угождать этому человеку он изменится скорее всего нет потому что вы думаете из своей карты реальности что этот человек изменится а он не изменится он играет с вами в игру на непредсказуемый результат а выигрывает всегда он четвертый способ выхода из ситуации двойного послания он часто работает но часто нет на него возможности это просто прекратить общение но если мы говорим о какие-то о каких-то ну скажем так не тесных связях то самый короткий путь это будет прекратить общение с таким человеком который ставит вам дает вам противоречивые сигналы но чаще всего мы оказываемся в этих глубоких запутанных капканах именно с теми людьми когда мы не можем резко взять и бросить все мы не можем уйти от мамы мы не можем развестись мы не можем оставить своего ребенка иногда ребенок управляет родителям с помощью двойных посланий такие случаи тоже встречаются но вы должны иметь у себя на заметку что если вы с этим встречаетесь вам дешевле будет я имею ввиду энергетически дешевле будет прекратить общение с таким токсичным человеком ну и плавно переходим к пятому способу который называется запасной аэродром сейчас объясню почему он называется запасной аэродром если вы помните в начале видео я говорил что манипулятор знает что жертве некуда деваться и жертва тоже не имеет возможности куда-то идти и если вы осознали что вы находитесь в этом капкане то вам нужно постараться подготовить для себя запасной аэродром сейчас поясню на примере допустим вы работаете на своей работе и оказалось что ваш начальник тиран манипулятор который успешно использует стратегию двойных посланий управляя вами но вы хотите к себе другого отношения вы устали от этого наверное просто взять и уйти это будет плохой способ вы не можете уйти в никуда но если вы начнете заботиться о том чтобы уже подыскивать себе новое место работы либо какую-то новую деятельность вы таким образом создаете для себя островок безопасности то есть в какой-то момент времени вы перестанете подвергаться этому насилию и просто уйдете то есть вот этот способ 5 он вытекает из 4 прекращаем общение но иногда прекратить общение тяжело поэтому нужен запасной аэродром как вы его будете себе делать это большой вопрос и знаете очень многие женщины которые столкнулись с мужскими изменами могут сейчас тоже наброситься на меня в комментариях что способ запасного аэродрома является таким не экологичным потому что когда-то мужчина создал себе запасной аэродром и ушел к другой женщине я могу сказать так что здесь я не буду оправдывать и защищать нас мужиков у которых пруд гормоны тестостерон есть великое желание оставить чем можно больше потомство не буду оправдывать вот эту полигамность мужчин это все не про это я могу только сказать одно что несмотря на всю свою полигамность мужчины могут с этим справляться но девушка если вы столкнулись с мужской изменой задумайтесь пожалуйста а не было ли в ваших отношениях так что он был по определению плохой он был виноват во всем к примеру ты зарабатываешь мало денег окей мужчина начинает работать над собой начинает много работать начинает больше зарабатывать устраивается на вторую работу либо на первой своей работе начинает больше работать женщина начинает испытывать недостаток внимания окей она начинает ему выкатывать претензию денег уже хватает но сейчас мне не хватает внимания даже самая классическая история тот же самый пример двойных посланий просто задумайтесь если вы столкнулись с мужской измены или не обязательно мужской не был ли ваш партнер изначально жертвой двойного послания не был ли он изначально фиговым человеком который сначала зарабатывал мало потом уделял мало времени потом уделял много времени но опять стал мало зарабатывать и так далее так далее так далее у меня в практике моей психотерапевтической есть очень много случаев когда женщина в буквальном смысле сама доводила своего мужа до появления у него так называемого запасного аэродрома почему мужчина ушел к другой женщине я рассказываю один из случаев женщина предъявляла постоянно претензию то есть мужчина был по определению плохим он был виноват во всем много денег плохо мало внимания мало денег тоже плохо и конечно же он сам не осознавая того нашел себе другого человека подготовил себе запасной аэродром чтобы прекратить эту деструктивную коммуникацию поэтому здесь мои дорогие дамы ну не только дамы мужики тоже задумайтесь не отправляете ли вы всегда двойных посланий здесь я просто добавлю здесь нужно проанализировать себя потому что манипулятор в схеме двойных посланий имеет четкое убеждение что жертва всегда не права и просто сейчас на уровне фантазии проведите аналогию с собой и подумайте а вот моя вторая половинка нет ли у такого убеждения что он всегда не прав нет ли у меня такого убеждения что он всегда на что-то не способен и если у вас есть такие убеждения постарайтесь их выкинуть из своей головы постарайтесь посмотреть на этого человека по-другому и тогда не мужчине не женщине кто ваш партнер я не знаю не возникнет желание искать запасной аэродром ну а мы идем дальше следующий седьмой способ как выскочить из ловушки двойного послания является возможность привлечь других людей я поясню это на примере первом который я рассказывал о мальчике который столкнулся с двойной связью когда мать упала и одновременно просила его помощи всем видом но одновременно отталкивала называя его бессовестным как поступить парня и в том случае он плохой и в том случае он плохой но как бы он мог поступить он мог например побежать за помощью за отцом за братом за людьми которые рядом находятся либо он мог побежать и вызвать скорую это называется привлечение других людей и тогда что он делает таким своим поступком он ломает палку его мать уже не может сказать что он ей не помогает и не пытается ей помочь но одновременно она не может сказать что он ей помогает и старается ей помочь и вот здесь как раз таки происходит слом палки но это лишь возможно в том случае если вы к этому подготовитесь поэтому работая с двойными посланиями если вы оказались жертвой нужно всегда помнить эту метафору про мастера и его учеников вам нужно находить способ сломать палку но вы не будете находить этот способ до тех пор пока у вас есть желание угодить в общем коротко первое избавляемся от желания угодить нашему партнеру это вообще нормально не быть должным своему партнеру и второе ищем уже на сознательном уровне как сломать палку седьмой способ был про то как привлечь других людей восьмой способ заключается конкретно в том что вам в буквальном смысле нужно сломать шаблон такой коммуникации объясняю как это работает дело в том что манипулятор в большинстве случаев убежден что у вас во первых нет выхода а во вторых что у вас есть только два варианта причем в двух случаях вы оказываетесь ну скажем так в проигрыше и мы вернемся к нашему второму случаю где девушка сначала предъявила претензию что ей не уделяют внимание а затем предъявила претензию что уделяют внимание но неправильно как бы мог поступить в этом случае молодой человек здесь конечно нужно уже переходить на уровень логики да конечно он мог сделать и запасной аэродром но мы исключим сейчас этот случай этот молодой человек мог бы сказать своей девушке слушай дорогая как бы я не поступил ты все равно на меня обижаешься ты что хочешь быть обиженный и вот в этот момент он ломает палку и самое главное этому молодому человеку сказать что теперь это не работает вот прям запомните эту фразу теперь это не работает даже можете взять ее в качество инструмента если вы сталкиваетесь ситуацией двойного послания говорите себе в голове теперь это не работает это будет вам уже помогать когда этот парень говорит своей девушке дорогая как бы я не поступил ты все равно будешь обижаться ты хочешь быть обиженный он может столкнуться с тем что она будет пытаться его топить дальше она может ему сказать что ты такое говоришь ты вообще нормальный ты что меня считаешь сумасшедшей здесь наша задача оставаться в своем теле и в своем разуме и понимать что сейчас это не работает вы сейчас понимаете что ваш манипулятор пытается дальше вас топить привычным ему способом но если вы перестанете показывать свою вовлеченность перестанете выполнять оба противоречивых сигнала то он со временем отучиться делать так а теперь бонус для тех кто досмотрел это видео до конца кто смотрит видео до конца должен всегда получить вышинку на торте очень часто мы сами себе ставим рамку двойного посыла это нельзя назвать классическим двойным посланием потому что отсутствует другой человек но здесь мы являемся сами одновременно и манипулятором и жертвой приведу несколько простых примеров допустим какой-то человек просто мечтает и жаждет стать популярным и публичным и мечтает выступать публично но одновременно он боится выступать публичным та же самая схема получается я не могу жить без публичных выступлений и я себя ругаю если я это не получаю но одновременно я боюсь выступать публично и если я выступаю то я испытываю дискомфорт и оказываюсь в этой рамке если я не выступаю мне плохо если я выступаю мне тоже плохо давай разберем еще один пример молодой человек хочет общаться с девушками женщинами это нормальное желание он хочет создать семью и все такое но одновременно он опасается что во время общения с девушками он сделает что-то не так то есть получается если я не общаюсь мне плохо а если я общаюсь мне тоже плохо замечали такое за собой ну или давайте классика жанра я хочу сбросить лишний вес я чувствую себя жирным и это плохо мне это не нравится но одновременно я не хочу отказываться от вкусной жирной вредной пищи потому что в этот момент я буду испытывать дискомфорт мне будет некомфортно мне плохо от того что я жирный мне плохо от того что я не ем вкусную еду которую я люблю есть что же делать что же делать скажете вы на самом деле здесь выход несколько проще чем в первой ситуации где манипулятором является другой человек первое как и в прошлом случае запомните это правило из ситуации двойного посыла практически нереально выйти одному поэтому нужно найти группу поддержки не обязательно группу может человека поддержку не буду перечислять всех специалистов но не обязательно должен быть специалист это может быть просто друг или подруга второе найти вторичную выгоду почему я этого не делаю то есть если я хочу выучить английский но испытываю дискомфорт посещая занятия по английскому языку нужно сконцентрироваться на этом дискомфорте и понять а почему же мне так дискомфортно вот это моя вторичная выгода я хочу заговорить на английском но я не люблю проходить занятия и когда мы поняли что именно это нам мешает неприятное ощущение нам нужно постараться сделать так или найти способ как получать приятные ощущения выполняя необходимые нам действия ну и третье самое самое главное для того чтобы выйти из рамки двойного посыла который вы ставите сами себе очень важно делать маленькие малюсенькие поступательные шаги например если парень хочет завести семью и общаться с лицами с девушками противоположного пола но он боится сделать что-то не так он может начать свою тренировку в общении с каких-то маленьких интервалов например пойти на какое-то мероприятие где есть девушки и побыть на нем пять минут или десять минут или полчаса затем он может увеличивать свою дозу тем самым показывая самому себе что это не так уж страшно либо допустим в случае с изучением иностранных языков можно не погружаться в омут с головой в это обучение не нужно сразу записываться на какой-то курс который будет приносить много 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 дискомфорт можно начать тренировать этот навык допустим по пять минут в день вы не успеете испытать столь сильный дискомфорт и в какой-то момент времени вы начнете чувствовать что это не так уж страшно то есть нужно постараться найти в том деле которое вы откладываете какой-то азарт какой-то интерес и делать это очень сильно постепенно благодарю вас за просмотр избегайте двойных посланий до скорых встреч с вами был юрий пузыревский пока пока